С 1 градусом. И 15-го также. Чтобы выяснить причины столь тёплой зимы в России, нужно переместиться в середину Атлантики. В нынешнем году особенно активен так называемый «Исландский минимум» – постоянная область низкого давления. Именно здесь формируются циклоны, которые уходят в сторону Евразии. Сейчас их так много, и они настолько мощные, что тепла несут больше, чем обычно. Это бывает осенью. Октябрь начинается, октябрь, ноябрь. Но последние годы на декабрь ещё переносилось всё это движение циклонов. Потом атмосфера немножко успокаивалась, циклоны уходили всегда южнее, и в наших районах обычно холодало. Атлантические циклоны смещаются к югу из-за сибирского максимума. Это обширная область высокого давления, которая зимой обычно простирается от Урала до Восточной Сибири. Она задерживает тепло, и тогда в России настоящая русская зима. Но в этом году сибирский максимум образовался южнее, на границе Монголии и Китая. Именно поэтому тёплому атлантическому воздуху открыта дорога на север. Нам говорили, что в это время года здесь морозы, а тут погода так часто меняется, но при этом всё время выше нуля. Я в Петербурге уже пятый раз. Вот привёз дочь, чтобы показать ей снег, а его всё нет и нет. Товарищи москвицы и петербуржцы, продаётся снег в куче. Само вывоз забирайте. В Ханты-Мансийске со снегом пока всё в порядке. Во дворе у Владимира Горбанёва его столько, что негде поставить машину. Коммунальщики этот сугроб не вывозят больше месяца. Вот решил Владимир его продать. 10 тысяч рублей. Некоторые говорили, что дорого. Я им сказал, что если вы споёте на Красной площади песню «Снег кружится», выложите это на Ютуб, я отдам вам бесплатно. Сибирского снега сейчас очень не хватает по волжским аграриям. В Нижегородской области под угрозой урожая зимых. В это время у них потребление питательных веществ должно быть по минимуму. То есть они как бы должны спать. Если зимы не уснут в ближайшее время, то весной будут очень ослаблены. Но самое опасное при вот таком бесснежье – мороз. Если при таком состоянии, допустим, будет мороз градусов за 20, то тут даже не только вымыкание, выпривание, но и вымерзание реально. Но пока идёт к тому, что всё вокруг начнёт свисти. Как, например, в Калининграде. Здесь распустились розы, примулы, а на газонах начали появляться подснежники. Сегодня у нас 6 градусов. И посмотрите. Чуть-чуть и будут распускаться цветочки. Не может этого быть. Не бывает. Подснежники! Современные дети, читая сказку «12 месяцев», никак не могут понять, а в чём прикол с подснежниками в январе. Один из анекдотов нынешнего сезона, который можно рассказывать даже сибирякам. В Красноярском зоопарке от непривычной зимней жары проснулся медведь. Какой уж тут сон, если в пору купаться. Это не дачный бассейн на Крещенской и Ордань. В Подмосковье в праздничные выходы вместо традиционных морозов ноль. А потому льда нет или он слишком тонкий, и выходить на него опасно. Так что вместо проруби в городском парке Люберец установили искусственные купели. Жалко с одной стороны, с другой стороны сам факт, сам жест. Я считаю так, что пойти на это, смыть грехи, а можно и дома в тазике. Если был бы снег, наверное, было бы легче. Немножечко чище, что ли, как сказать. Ну, сейчас тоже хорошо. Хоть и не минус 20, вода, уверяют священнослужители, всё равно святая. Впрочем, к концу следующей недели морозы в Центральную Россию всё-таки придут. Обещают до минус 8. Родион Мариничев, Александр Зазори, Максим Васильчук, Евгений Семеряков и Игорь Бекренёв. Программа «Вместе. Россия». Ждём в следующей неделе морозов и свежих новостей. В прямом эфире была итоговая программа «Вместе». Вернёмся ровно через неделю, как всегда, в воскресенье, в половине седьмого вечера. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Вместе интерес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова